Я всем вам желаю победить. И самое главное, я всем желаю получить удовольствие от этого. С удовольствием и даже некоторым азартом 16 молодых инженеров включились в мозгобойню, которую для них устроили организаторы. На нескольких листах вопросы, связанные с проектированием, титаномагниевым производством, истории комбината. И это только разминка. Всего здесь более 70 заданий. Среди них даже тест на грамотность. Представим образец заявления на имя начальника ЦФКРС с допущенными ошибками, орфографическими, пунктационными. Вы должны попробовать найти эти ошибки. На десерт картинки со старинными изобретениями. Инженеры гадали, для чего они предназначались. Среди необычных вещиц участники опознали маску для плавания, водолазный костюм, уличный солярий и даже детскую коляску с защитой от газовой атаки. Над этими занятными и в то же время сложными вопросами конкурсанты размышляли почти час. Многие впервые участвовали в интеллектуальном турнире, так как недавно включились в ряды инженеров ЦФКР. С 2018 года я сейчас список составлял, половину молодежь изменилась. Кто-то вышел из возраста, кто-то ушел, кто-то пришел. Девушки с декрета вышли, кто-то новый устроился. Очень доволен количеством участников. Инженерам пришлось освоить и три новые компьютерные программы. Вопросы по ним также включили в конкурсное задание. Это касается внедрения у нас программного комплекса «Пилот». Большой блок был новых вопросов. Ну, это определенные трудности были с этим, но тем не менее, как бы, довольно-таки неплохо прошел. Константин Вотинов показал самый высокий результат – победа в конкурсе. Значок «Лучший по профессии» и 3,5 тысячи рублей достались именно ему. Второе место у Дмитрия Майорова, третье – у Максима Козина. Им также полагаются денежные премии. Ну, а сувениры от молодежки и комплименты от руководителей цеха получили все участники конкурса.